Девушки отдыхают Продолжаем играть в ROM Total War Первую часть серии игры Total War Имеется ввиду ROM Total War И это уже 16 по счету серия То есть уже 16 дорогие друзья Вроде мы недавно начинали Но по сути уже 16 серии отсняли И никуда особо мы и не продвинулись А знаете почему мы никуда не продвинулись? Потому что Потому что вот эти подлые Вонючие слизняки Не дают мне нормально развиваться И приходится их вот таким образом Отгонять своих границ Нам надо по хорошему Отбить Белозору И занять это поселение Но я не знаю как мы это сделаем Поэтому я попытаюсь сейчас вывести Максимальное количество воинов Из ближайших поселений То есть из Фермона Из Ларисы И попытаться что-то сделать Конечно Не знаю получится у меня это или нет Но попытка не пытка Как говорится Прошли те времена Когда ты Вот ты Бритонец Нет не бритонец Брут Когда ты Дакия Когда ты Скифия Когда вы все Совали свои вонючие Грязные пальцы В мои дела Подлые вы слизняки Прошли эти времена Знаете что самое обидное Я вроде помогал им Покупал им всякие одеколоны Зубные щетки Они на меня просто срали С высокой колокольней Нам все Объявили войну Нас Все предали Ударили нам в спину Подлые подонки Меня от них Блевать тянет Ой-ой-ой Вот посмотрите Как это так Почему Почему Силы Автобоя Показывают Что он сильнее нас Ведь это же не так Почему нам приходится Отступать Попробуем взять Аполлонию Давно уже пора Как так Почти 1400 человек Против 800 Ну У нас командование Там Чуть ли не 7-6 звезд Два военачальника Почему Автобой говорит Что мы Сосем Гребаный Червяк Ковна кусок Враги Наготове Наготове Враги Да 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 Так Жажду Встречи С нами Так Жажду Встречи С нами Знаете Что я сделаю Я вырву Ему яйца Пока он Весь мир Не заразил И отправлю его назад Откуда он пришел Ваши подкрепления Прибыли Это обнадеживает Почему я не могу Выбрать свои подкрепления Неужели я опять включил Оставил включенную галочку Управлять Передать управление Армией Интеллектуальному Короче Компьютеру Искусственному интеллекту Обидно Давайте ребята Подходите Быстрее Тогда А я начну Без вас Потихоньку Продвигаться Я хочу Чтоб мои ребята Вытаптывали Говно С этих животных Нанесли Молниеносный Удар Давайте Потихоньку Продвигаемся Ни одного Всадника У меня нет Ни одной Группы Кавалерии Где мои Всадники Апокалипсиса Почему 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 их нет Давайте Посланники Смерти Покажите им Кто такие Македонцы Вы Оружие Массового Поражения Вооруженные Пиками Но не Пика В руках Оружие А македонец Вооруженный Пикой Является Оружием Поэтому Вы должны Им Показать Где раки Зимуют Наказать Во имя Македонии За лесофоры Как говорят Наши Ребята Куда это Ты побежал Говна ты Кусок Подонок Ну-ка Быстро Продвигаемся Вперед Сейчас мы Их Зажмем А этот Урод Искусственный Интеллект Наши войска Просто Спускает В черную Дыру Кидает Их Куда Попало Они Погибают Убегают Но это Даже не дело Ты Тварь Вонючая Тебя Следует Расстрелять За такие Необдуманные Действия Ты Подонок Пошел Замес Так Давайте Кавалерии Обойдем С флангой Ударим Прямо По Печенкам Обходим Обходим А теперь Бьем Что там Вражеский Полководец Убит Это 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 Конечно То Что мы Хотели А эти Твари Теперь Бегут А вы Че Побежали 40 Человек Ну Куда Вы Бежите Позор Блин Вы же Машина Для Убийств Вы Не Должны Бежать Для Для вас День Без Крови Все Рано Что Я Не Знаю Там День Бессолнечного Света Вы Должны Просто Молиться О Войне Молиться Чтоб Поскорее Началась Война И Насадить Чего Нибудь Пику На Голову Вернее Вражескую Пику На Голову Вы Бежите Как Трусливые Собаки Это Ж Не Дело Посмотрите Уже Три Отряда У нас Побежало Куда Как Так Никченые Куски Говна Вот И Все Надо Их Расформировать Просто Отправить Куда Нибудь В Поле И Пусть Они Там Пахают Недостойны Вы Чтобы Носить Звание Македонских Воинов Вообще В руках Оружие Не должны Держать В таком Случай Держите Тяпку Подонки И не Можете Нормально Защитить Родину Вечно Бежите Бежите Куда Вы Бежите Домой К семье Кто Вас Там Будет Ждать Предательские Ублюдки По Всем Имеющимся Признакам Вы Как Собаки По Всем Кроме Верности С Сволочи Догоняйте Их Догоняйте Потери Конечно У нас Запредельные Я вам Так скажу Потери Запредельные Ну Наконец-то Безоговорочная Победа Я даже Не буду Их Добивать Я просто Сейчас Попробую Атаковать И еще Раз И разбить Уже До конца Сволочи Вонючие Не дойдет Наверное Ты тоже Ну ладно Хотя нет Это дойдет Нет Не дойдет Ладно Одного Отправим В стороны Фессалоников Чтобы он Отбил Белозору А второго На подмогу Отправим Добить Тех Говняков Сообщения О наборе Дипломатические Сведения Это все Понятно Этот шпион Уже Мне Просто Надоел Он просто Сидит Вокруг Фессалоника Что-то Крутится То залезет То вылезет Сутка Можно Уже Он там Что Плацдарм Готовит Чтобы атаковать Или что Я не Выдержу Еще Одного Еще Потери Одного Города Ну как Так Ты Посмотри Ой Господи Боже Мо Пожалуйста Подлая Измена Посол Предал Нас Вали Отсюда Ты тюлень Проклятый Ну что Ты пришел На мой Город Смотрите 600 Против 298 Ну как Так Почему Автобой Показывает Что они А равных Ну Ёлки Палки Я вам Покажу День Чтобы Умереть Или что С ума Сошли Где Враг Ага На холне Сидит Козлина Вонючая Говна Кусок Кребаный Червяк Спрятался Думаешь Я Тебе Достану Вонючая Вонюча Отсюда Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь, у него нет застрельщиков каких-нибудь вонючих Так, кавалерия по флангам будет стоять Ну и всадники апокалипсиса что-то уже не так хороши, как на начальных этапах Это с греками нормально было А вот с этими вообще не прёт что-то вообще никак Я уже не знаю, что делать Они бегут, как трусливые собаки с поля боя Бесполезные говнюки Каких-то жалких, обоссанных Датчан не могут наказать Ну как так, это вообще лёгкая пехота Почему они не могут с ними справиться Без доспех, без футболок Идут какие-то бомжи на нашу родину И мы ещё не можем им дать сдачи Ну как так? Может быть в комментариях кто-то мне напишет Как мне вообще справиться в этой ситуации Как мне разрешить эту проблему Когда все на меня просто нападают Как дикие ублюдки Просто все Ну все Все римские дома, во-первых То есть Сенат Дом Грутов Дом Сцепионов Дом Юлиев Такия, Фракия Греция Это уже семь Ещё мятежные армии есть Это уже восемь То есть восемь фракций Как минимум на меня зуб точат И как мне справиться с этой ситуацией Вот как Я только отбиваю поселения Они приходят с полной армией Новые, свежие И просто Даже не с одной А с двумя Одна встает рядом с поселением Другая атакует Вот как с фессалониками И всё И что я там сделаю Я даже не успеваю переобучить своих воинов От прошлой битвы Они уже пришли с новыми силами И пытаются нам показать Кто тут главный Как мне справляться с этой ситуацией Я даже не могу Выйти за пределы своих владений Не то, что Захватывать там какие-то новые территории Я просто выйти не могу Понимаете? Ну вот как мне справиться с этой ситуацией Может кто-то знает Может напишет, посоветует Я просто не знаю Эта компания долго не протянется Такими темпами Блин, ну что-то не получается Вот почему Почему у меня он идет пешком Почему ты не бежишь? Ну вот блин Куски говна, а? Вы должны исполнять мои приказы Как заповеди божьи Почему вы пешком ходите И за вас отряд побежал? Вот господи боже мой Ну как так? Отряд кавалерии бежит От отряда легкой пехоты Я впервые такое вообще Вижу Просто никчемный Куски говна Вот и все Ходячий Плевотин А не всадники Апокалипсиса Вы вообще Недостойны Носить звание Всадников И то, что там Такое эпичное название Ну что там Давите врагов Да ладно Убейте его Вы вообще пожалеете Что на свет родились Твари вонючие На Скотину Вражеский полководец Убит Теперь ужас Поселился В сердцах наших врагов Отряды Вперед Давайте добивайте Всех добивайте Легкие копьеносцы Подонки Давайте догоняйте Не дайте ему идти Смотри-ка 50 на 50 Автобой показывают Я вам покажу Зараза такая Да всех там Вырезать Нахрен Убежали Несколько человек Ладно Да бейте остальных Просто На куски Их порвите Нет Продолжить Продолжить битву Пока Пока вот этот Козел еще не умрет Вы никуда Не уйдете Отсюда Наемник Ты блин Пожалеешь Что вообще Тебе наняли Ты скотина вонючая Ты что думал Домой вернуться К детишкам Да хрен тебе Это победа Достойная Бессмертных богов День триумфа А который Непременно Будет сложено Вот так вот Безоговорочная победа 600 на 298 То есть У нас в два раза больше людей И автобой показывает 50 на 50 Ну это что за маразм вообще Почему я должен Лично участвовать В таких битвах Если бы я нажал Авторасчет Я 100% уверен Мы бы проиграли Наконец-то Наконец-то победа Я даже боюсь Атаковать поселение Сейчас опять будет Там автобой Мы типа Сосем А он Лидирует По всем Показателям Пожалуйста Приперся Урод Фракия Знаете Такой вот Фракийский правитель Вернее Вот Пожалуйста Смотрите Брут С цепиом Приплыл Скотина Почему ты не потопил Этого урода Так вот По поводу Фракийского правителя Фракции Он знаете Такой человек Который непременно Воспользуется Ситуацией Он Спустит с меня Штаны Смажет мне Очков вазелином И хорошенько Прицелится Прежде чем Засадить Мне Видите Что он делает Он на мою столицу Пошел Ублюдок Хрен с ними Я сделаю Авторасчет Я не хочу Участвовать В этом дерьме Уничтожить Всех жителей Вот так вот Становятся Тиранами Друзья мои Вот так вот И становятся Тиранами А как по другому Мне с ними бороться Я не знаю Просто не знаю Ладно Ты иди за ним Может быть Вы вместе Как-то сможете Отбить Фессалоники Я не знаю Попробуйте Уж как-то Откуда Откуда Ты взялся Вот Ты слезняк А Ох Какой Сильный Да Молодец Сволочь Денег вообще В казне Нет Дипломатические Сведения Неинтересны Ах ты Сволочь Смотри Приплыл Приплыл Откуда Ставить Как так У нас Лидер Фракции Атакует Уже Этого Слизняка Гребаного Почему Мы Проигрываем Наконец-то Я даже Переобучить Никого Нормально Не могу Потому что У нас Нет Денег Стоит Еще Мятежная Армия Я так Понимаю Фессалоники Мы Просрали Просто Просрали Мы По ноздри В говне Вот и все Фольксмены Я даже Не знаю Чем Помочь Вам Ребята Мне Нечем Вам Помочь Просто Нечем Даже Если Было Кем Вам Помочь Вы Все Равно Соснете Потому что Вы Бесполезные Говнюки Ну Давай Попробуем Шесть Командования Военачальник Против Армии Без Военачальника Без Командования Да У него Чуть Чуть Больше Ну Это Ж Не Повод Проигрывать Верно Что Это Мне Подсказывает Что Мои Парни Потерпят Сокрушительное Поражение От Вот Этих Червяков Они Просто До Смерти Затюкают Конечно Нехорошо Заведомо Думать О Поражении Ну А как Иначе Ребята Как Иначе Сейчас Так Так Будет Видите Он Уже В Атаку Бежит Если Мы Мы Те же и полные Запрещено Умирать Без Моего Разрешения Мрази Вам Это Понятно Сволочи Держите Оборону Уже Побежали Уже Бегут Вернулись Ребята Вернулись Семь человек Бестолковые Ублюдки Какой Прог Мне от вас Семь человек Зачем Вы Бежали Вообще Я Должен Помочь Своим Ребятам Просто Должен Помочь Я Не Могу Будет Вечно Отгонять Должен Время Мне 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 Надо Время Разрешить Обзор Надеюсь, моя кавалерия сейчас не побежит, спустив штаны и роняя кал. Чего вы стоите? Ну почему вы не атакуете их? Ну все, побежали, правильно? Фессалоники мы просрали с вами. Мы просрали столицу нашего государства, столицу, Карл. Столицу? Ой, Господи, Боже мой, какие же вы бесполезные говнюки. И, Боже мой, меня от вас болевать тянет. Очевидное поражение? Да. Но 200 человек у нас меньше. У нас был военачальник, и мы простали. А куда тебе отступать уже, а? Куда ты отступать будешь? Знаете, как это называется? Просто я не могу даже подобрать слова, вот видите? Фессалоники пытаются забрать. Это называется «Враг подал нам огромный бутерброд с говном, и теперь мы все вместе будем его есть». Вот так это называется. «Враг подал нам огромный бутерброд с говным бутербродом». Он заберет город. Я не смогу его убить. Достойная самого Геракла! Это тяжелая задача! Да это невозможная задача, ты придурок! О, ну вообще шикарно! У нас даже ворота открыты! Какой смысл вообще оборонять город, если у нас ворота открыты? Что, согнать всех в центр карты? На площадь? Так у нас подкрепление не успеет дойти. А этот ублюдок стоит с двух сторон. С севера города и с юга. Просто замечательно! Да, уходить вы только и можете. Вот и все. Да нет, нереально. Ваше подкрепление прибыли. Это обнадеживает. Это не обнадеживает, дурачок. Это означает, что умрет куда больше людей наших, чем изначально предполагалось. То есть наше подкрепление может сейчас прибыть и сразу же разворачиваться и идти назад. Потому что здесь им делать особо и нечего. Я даже не успею дойти до города, он займет площадь. Я вам это гарантирую. А если я изначально выставлю всех на площадь, они просто разбегутся. То есть враг зайдет в город с двух сторон и надает нам по шее, как ослу какому-то. А подкрепление не успеет. Ну что ж, посмотрим. С севера вроде враг получает от нас, но хвалить я не хочу своих ребят, потому что их похвалишь, а они все сделают наоборот. Им говоришь убивай, а они бегут. Поэтому, я думаю, лучше им вообще ничего не говорить. Пусть сами. Пусть сами разбираются. Боезапас уже у пельтасов закончен. А это значит, мы пространим. Ну да, уже враг на площади, уже две минуты у нас осталось. Мы не успеем. Мы не успеем дойти. Не успеем. Вот видите, я их выставляю сюда на быстром марше. Они бегут. Они не успеют. Он сейчас просто зажмет в этом маленьком проходе и не даст пройти. Вот и все. Одним отрядом достаточно ему там стоять и сдерживать подход наш поиск. И все. Две минуты. Бестолку, бестолку атаковать. Нам их бестолку атаковать. Минута 30 секунд. А наши гоплиты и ополченцы даже полпути не прошли. Давайте, ребята, ну пожалуйста, ну поднажмите что ли, а? Ну что ж вы такие медленные. Почему вы такие бесполезные говнюки, а? Можете же, когда хотите, ну давайте, покажите свою мощь, свою силу. Я не знаю, отбейте этот город любой ценой. Это же ваша столица, вы что? Да нет, уже все, уже 53 секунды, уже, как я и говорил, враг займет коридор маленький. Да нет, не сможем никак вообще пробиться. Ой, господи, боже мой. Кверколитый ополченец. Давайте попробуем кониться, что ли, пробиться через эту вражескую заслонку людей. Я не знаю, как это вообще назвать. Если бы у нас было чуть-чуть больше времени, я бы смог отбить этот город, я уверен. Ну почему вы не успеваете? Давайте быстрее, бегите, бегите. Давай, давай, чувак, просто сбей, сбей счетчик. О, ты блин, 10 секунд, 7, 6, ой, все. Да забеги на площадь, просто одной ногой ступи. Поистине некоторым людям не помогает даже милость богов. Да вам ничего не поможет, вам даже мозгов, дай вы все равно и просрете. Ну, скотина. Ну, подонок. Ну да, конечно, добивай, добивай, добивай всех. А че ты не убил моего военачальника? Надо было его еще убить. Че ты его отпустил? Ну ты фраки, ну фраки. Вы ходите по охрененно тонкому льду, уроды. И когда лед треснет, то под ним вас буду ждать я. Я вас уничтожу, я вырежу ваших всех женщин и детей и сожгу все поселения. Я просто уничтожу вас. Смотри, вот почему все сюда плывут. Вот, посмотрите, корабль Бруто. Ой, Бруто, Сцепиона. Корабль Бруто чуть дальше. Дальше корабль Юлия. Три корабля. Придется идти военачальником, решать как-то эту ситуацию. По-другому я не знаю, как нам быть. Давайте выдвигаться. Да дай по шее этому уроду. Че он здесь стоит вообще, я не понимаю. Уничтожь его вообще. Стоит здесь мне глаза мозолит, подонок. Ну, а вот еще один, четвертый корабль. Ну, вообще зашибись. Еще и полная армия. Ну, вот как я выйду. Ну, слава богу, я хоть могу так выплыть. Жалко то, что его я не уничтожил. А египетский этот мутак вообще. Че он здесь плавает, я не понимаю. Че он здесь потерял вообще. Может попробовать взять другой город. Один отряд лучников. Я думаю, вот эти вот два отряда справятся. Уж надеюсь. Блин, а это что такое? Триста, почти четыреста человек против двухсот. Ну, автобул говорит, 50 на 50. Значит, значит, я могу их вынести. То есть, я могу зарешать, да, по идее. Ну, по идее, я должен же, да, вынести их. Или они мне сейчас надают. Если вы... Враги привели на поле боя еще людей. Так. Нас обстреливают, да? Ого, нас хорошо так еще обстреливают. Нас просто расстреливают, я бы даже так сказал, а не обстреливают. Посмотрите, уже каждый отряд больше 30 человек потерял. Это как так? Мы еще в битву не вступили. Вы что, издеваетесь? Вы посмотрите, что делается вообще. Они нас просто нанизили, как шашлык на шампур и разорвали очко. Ну, короче, понятно. Короче, понятно. Вы даже не можете захватить мятежный город, неорганизованный. Варварский, мятежный город. Вы просто блевотина. Ну ладно, будем знать, что у него здесь еще 5 отрядов сидит. Затаились. Говнюки паршивые. Готовы! Попробуем отбить столицу правителям фракции. Постараюсь еще несколько воинов кинуть из Ларисы ему в подкрепление, чтобы хоть как-то, чтобы полная армия хотя бы была, а не какие-то, не какое-то сборище инвалидов полуживых. Ты смотри, ты никак не угомонишься, да? Ты хочешь сюда вот высадиться, но ты не понимаешь, что тебе нельзя сюда высаживаться. Ты ублюдок. Куда он уплыл? Ладно, топ-брут только плавал. Теперь вообще и Сцепион хочет высадиться, и Юлий хочет высадиться. Сейчас еще через пару ходов, вы увидите, Сенат будет сюда плавать. Я что, настолько слабый противник, что все хотят отжать у меня кусок? Ну, конечно, ублюдки еще те. Денег опять нет. Самая развитая фракция, Затома. Мы самая развитая фракция. Но мы все свое развитие куда-то затарили так, что не видно. Где это развитие, если мы сосем у всех? Надо переобучить наших воинов. А, ну, конечно. Всего одного надо переобучить, оказывается. Ладно, с этим разберемся. Я думаю, на этом все. Сегодняшняя серия вот такая вот была. В следующей серии мы постараемся отбить остальные атаки. Давайте сохранимся. А я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели. Всего хорошего. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok